Всем привет, с вами Ирина, и мы продолжаем поиски слова, которая позволит нам почистить кокос. С словом пил мы разобрались, давайте теперь разберемся с словом shell. Нет, не этот shell. Хотя если в принципе посмотреть на логотип этой компании, то станет понятно, почему именно глагол shell используется для очистки орехов или семечек. Это ракушка. И для открытия ракушки используют то же самое движение, что и для открытия фисташки, например. Что ж, давайте за ним в словаре посмотрим, что он нам скажет насчет shell. Первым пунктом у нас идет существительное, которое значит внешняя твердая оболочка чего-то, особенно орехов, яиц и некоторых животных. Под животными у нас имеются либо ракушки, либо панцири, типа черепахи или краба. Ну и внешняя оболочка яиц или орехов, это естественно скорлупа. Далее мы отправляемся вниз и ищем определение глагола. У нас в черном по белому написано удалять горох, орехи и так далее из скорлупы или натуральной естественной оболочки. Все это мы видим, что слово гораздо лучше подходит в отношении кокоса, чем пил. Поскольку кокос это все-таки орех, и мы действительно снимаем с него внешнюю оболочку, как у нас и написано в словаре. Но если бы со словом чистить все было бы так просто, этой серии видео просто не было, потому что не о чем бы было говорить. Остальные глаголы мы разберем в следующих видео, пока что давайте посмотрим на другие значения слова shell. Второе значение глагола shell это вести обстрел. Здесь в данном предложении им было приказано обстреливать больницу и мэрию. Если у вас волнует определение, которое дает сам словарь, то fire как глагол это стрелять, shell как существительное в данном случае это значит снаряд, то есть вести артиллерийский обстрел. Ну и чуть ниже нам дается отглагольное существительное shelling, что значит обстрел, соответственно. Ну и пример к этому переводится как обстрел линии врага продолжался весь день. Ну и раз уж мы здесь, давайте возьмем фразовый глагол. To shell something out. Значит оплатить определенную сумму, особенно если человек считает ее чрезмерно большой. Ну, самый близкий аналог, который есть в русском языке, это выложить. Например, я выложил 10 тысяч за этот билет. I shelled out 10 000 for that ticket. Ну или возьмем пример, который здесь дан. He has had to shell out 500 pounds a week hiring a bodyguard. Он был вынужден платить 500 фунтов в неделю за телохранителя. Если вас смущает словосочетание has had, то здесь ничего сложного нет, это просто present perfect с модальным глаголом have to, быть должным что-то сделать. Да, как известно, present perfect у нас образуется с помощью вспомогательного глагола have или has, если это третье лицо, единственное число, и третьей формой глагола. Соответственно, первый has – это вспомогательный глагол, а второй had – это третья форма модального глагола have to. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте свои вопросы в комментариях под видео. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok